Молодая поэтесса провела творческую встречу с читателями. Почти пять лет Татьяна Стоянова является бренд-менеджером редакции Елены Шубиной и занимается продвижением современной отечественной литературы. Для нас «Сибирская книга» – партнер, с которым мы сотрудничаем уже много лет. И мы очень довольны тем, как это все организовано, потому что здесь работают чудесные люди, которые по-настоящему любят книгу. И я уверена, что писателям в радость всегда приезжать на такого рода фестивали, потому что, мне кажется, именно в городах отдаленных от столицы самая благодарная публика и самая интеллигентная и самая знающая. Татьяна Стоянова много общается с современными русскими прозаиками. Их имена у всех на слуху. Алексей Иванов, Захар Прилепин, Людмила Улицкая, Татьяна Толстая, Дмитрий Быков, Евгений Водолазкин и многие другие. Палитра имен со временем меняется, но писателям всегда важно и нужно получать обратную связь от своего читателя. Поэтому поездки в другие города России являются приоритетным направлением в работе редакции с авторами. И вы, наверное, уже можете сделать какой-то вот такой за пять лет итог, да? Вообще изменился ли книжный рынок? Какие стали писатели? Какие сейчас читатели? Я стала замечать, что действительно очень повысилось количество людей, которые интересуются именно качественной интеллектуальной прозой. Те люди, которые раньше читали именно широкую массу, массовую билетристику, типа, там, не знаю, любовных романов или там боевиков-детективов, они захотели чего-то большего. И они стали как-то внутренне тянуться к другому. И большая часть именно этой аудитории стала читать наши книги, потому что у нас действительно сочетаются интересные, яркие сюжеты, которые любят многие читатели, с очень хорошим языком и с очень высоким уровнем именно писательского мастерства. По словам Татьяны Стояновой, интерес читателей к современной литературе подтверждает показатель по продажам книг. С каждым годом наблюдается прирост по количеству проданных экземпляров. Татьяна приехала на Симбирскую книгу не с пустыми руками. Не так давно у нее вышел сборник стихов «Матрешка». «Матрешка» — название интересное. Вот почему выбрали такое название? Ну, с точки зрения психологии, это много значений имеет «Матрешка». В том-то и дело, что если вы увидите на обложке, здесь есть два таких образа, две линии, которые прочерчивают внутреннюю «Матрешку» и внешнюю, как бы контуру, да? И они для меня символизируют бесконечность в замкнутости. То есть, как бы замкнутость в чем? В вечном движении времени по кругу, времен года по кругу, вечной цикличной жизни, которая нас окружает. А с другой стороны, это все часть большой бесконечности Вселенной, это часть времени, которого нет, как говорил Евгений Водоласкин, да? И вот это взаимопроникновение вот этих двух стихий, они в этом образе заложены. Помимо этого «Матрешка», согласно русской символике, как пояснила Татьяна, связано с образом материнства, земли, природы, обновления жизни. Также в сборник вошло стихотворение «Матрешка», которое поэтесса нам зачитала. Я матерь, и в чреве моем живут вселенные переселенцы. Матрешка я, высвободи из пуд вселенной древесных младенцев. Я плачу над теми, кто жил по мне, сумятицы снов и стенаний. Как рожь, заплесневшая в зной в гумне, как песнь безголосой гортани, как стих, заплутавший в лесу быту, кричат нерожденные дети. Я семенем жизни весной взойду и вновь отберу их у смерти. Сборник «Матрешка» создавался в течение пяти лет. Он включает в себя несколько циклов. По признанию Татьяны, за каждым текстом, который есть в сборнике, кроется часть ее жизни. Я не поэт, я просто так живу, чтобы жизнь рекой стекала в реке строки. То есть строка – это просто вскрытая жизнь. И в этом смысле поэзия для меня – это запечатленное живое существование одной души. А у вас это первый сборник, да? Да, это мой первый сборник. И я надеюсь, что дальше что-то будет еще. Сейчас я пишу пока тексты прозаические. Почему-то внезапно так получилось. Вот недавно я поехала на Кубу, и у меня стали рождаться заметки по итогам этой поездки. Некоторым показалось, что они довольно астроумные, интересные. Но мне просто хотелось фиксировать время. Кроме кубинских заметок Татьяна пишет роман, который называется «Початок». Она пытается зафиксировать ту жизнь, в которой она жила, на родине, в маленьком Гагаузском селе. Ирина Антонова, Юрий Ломатов. Новости Ульянской правды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова